Названа вероятность перехвата С-400 гиперзвуковых целей. 22 мая 2019 года. Лента Датру. Названа вероятность перехвата С-400 гиперзвуковых целей. Источник изображения, фото, Минобороны России. В настоящее время вооруженные силы России в состоянии отразить ограниченный, но не массированный гиперзвуковой удар противника. Об этом пишет свободная пресса. Отмечается, что имеющиеся у страны противоракеты шахтного базирования 53Т6 способны реагировать на маневрирование гиперзвуковых ракет. Они стоят на вооружении системы ПРО-противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного региона А-135АМУР, уточняет издание. Как пишет свободная пресса, именно эти ракеты способны сейчас перехватывать гиперзвуковые ракеты, которых, правда, за пределами России не существует. Также отмечается, что противоракет в стране немного, а система АМУР способна отразить количественно ограниченную, но не массированную ракетную атаку на Центральный промышленный регион России. Согласно изданию, возможностью поражать гиперзвуковые цели будут обладать системы А-235 на доле С-500, а вероятность удачных перехватов гиперзвуковых ракет комплексами С-400 невелика. Как сообщает РИА Новости, в мае президент России Владимир Путин заявил о необходимости российских военных быть заранее готовыми противодействовать гиперзвуковому оружию противника. Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул, сказал глава государства. В октябре 2018 года заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что российский зенитный ракетный комплекс С-400 по дальности, политрии скорости уничтожаемых целей, а также количеству одновременно уничтожаемых целей превосходит американский Patriot Pack 3+, а также способен поражать цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050 годах. Право на данный материал принадлежат Lenter.ru Материал размещен правообладателем в открытом доступе.